Речь у президента, конечно же, шла в первую очередь о выполнении тех поручений, которые глава государства давал мне в связи с назначением на должность в Китайскую Народную Республику в должности посла. Ну и, конечно же, основные вопросы – это были экспорт наш, белорусский торговый оборот с Китайской Народной Республикой, о результатах которого я доложил главе государства. Хочу сказать, что драйвером наших макроэкономических процессов торговли с Китаем стали в первую очередь присоединение Беларуси к инициативе Китая «Пояс и путь». Второе – это, конечно, очень мощным толчком дало создание у нас в Беларуси индустриального парка «Великий камень». Конечно же, большим подспорьем и также толчком стала договоренность лидеров наших стран – Беларуси и Китая – о проведении года регионов между нашими областями и китайскими провинциями. И, конечно же, директива номер 9, которая для Беларуси является документом обязательным для исполнения, а для Китая является документом, свидетельствующим о намерениях об отношении нашей страны к Китайской Народной Республике и тех задачах, которые мы видим совместно выполнить с Китайской Народной Республикой. Благодаря вот этим, по моему мнению, основным толчкам и решениям, последние 7 лет у нас стремительно развиваются отношения между нашими странами, торговый оборот прирастает ежегодно, и 2021-2022 год стали не исключением по количеству не только товаров сырьевой группы, но и в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, особенно белорусских продуктов питания. Как бы в мире ни происходили отношения между странами, Китай, пускай даже и далеко от нас находится, но вместе с тем очень с большим интересом относится к качественным белорусским питаниям и прекрасно знает качество белорусское. То есть Беларусь и качество – это два неразделимых понятия для Китая. В какой провинции я ни бывал, всюду слышал в первую очередь пожелание «давайте белорусскую продукцию». И мы сегодня видим рост, по крайней мере, по сельскохозяйственной продукции. На достаточно высокой базе предыдущего года мы получили очень хороший результат. Притом инициаторами выходят к белорусам сами китайские компании, которые ищут партнеров в Беларуси. И мы провели за последние полтора года между белорусскими и китайскими компаниями около 20 бизнес-форумов в онлайн-формате, на котором встретились, познакомились, обменялись контактами, обменялись возможностями по тематическим каким-то задачам и направлениям. Около трех тысяч компаний Китая и Беларуси, которые сегодня активно обсуждают вопросы по наращиванию тех или иных товаров в сторону Китая, либо в сторону Беларуси, либо появлению новых товаров на китайском рынке. Путь в ШОС начался у нас с 2010 года, когда мы были партнерами, в 2015 году стали наблюдателями. Ну и на сегодняшний день уже 12 лет прошло с тех пор, как мы участники этого процесса. нас видели на всех мероприятиях как участников процесса. Сегодня мы заявили о полной готовности стать полноправными членами в Шанхайской Организации Сотрудничества. И на сегодняшний день все странные члены ШОС на экспертном уровне поддержали идею вступления Беларуси в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. И мы, думаю, станем свидетелями в сентябре текущего года в Самарканде о принятии решения, начала всей процедуры, скажем, вступления, потому что это целая процедура вступления в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Но это будет такое начало, которое уже позволит Беларуси работать полноценно и присоединиться ко всем проектам, которые сегодня есть в Шанхайской Организации Сотрудничества. Убежден, что мы будем, как говорит наш президент, не запасными игроками, а настоящими играющими полноценно во всех форматах игроками в этой организации. И также привнесем новизну и свои идеи в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Продолжение следует...